всем приветики мы начинаем новый влог мы сейчас зайдем магазин универмаг там по мелочи надо купить какие-то носки там игрушки зайдем и надо купить детям простыни так идем универмаг зашли на универмаг посмотреть носки взять тут разные есть обрезки какие-то носки и марк фармелевские носки но мужские естественно ну тут есть и женские конечно мне они не нужны поэтому выбираем какие-нибудь мужские носки но порядок цен 5 рублей 5 3 рубля когда такие нормальные цены обыкновенные зашли в детские игрушки решили купить такие вот буковки цифра у нас есть аук надо купить что тут есть что тут могут разных мягких игрушек мягких у нас много вот такая сейчас популярная игрушка смотрю на продается буквально в каждом магазине в каждом ларьке но это популярная компьютерная игра стоит она здесь такая игрушка 22 рубля сажа купили игрушку и никита конечно же себе тоже захотел купить но конструктор все за свои деньги за свой стипендию да пожалуйста любитель конструкторов такие интересные босоножки ну как вы кажется они будут все-таки неудобны потому что такая вот эта танкетка стоят они 225 рублей ну и вот так такого тоже похожего типа мне нравится вот такая вот здесь тоже на такой танкет танкетки сколько они столько же 262 рубля но они такие мягкие очень приятно то есть кожаные эти вот попроще такие вот ужас да но они ужасные да мне они тоже не нравятся а я такие вот еще красненькие игры я люблю все красненько но они тоже честно говоря бабские вот эти вот более или менее как по мне но это уже не сильно так и легкие вообще восемьдесят девять рублей вот эти такие прикольные мягкие легкие да цвет вообще мне нравится такой 150 они стоят такие не чудови но по типу если вот эти вот желтые это уже немножечко похоже тоже легкие легкие кожаные очень такие мягкие легкие и мягкие но ты сюда такие интересные тоже такие явно на любителя такие прикольные тоже такие такая прикольная сумочка тоже ну как летняя получается она стоит сто девять рублей такая матерчатая ну вот это я уже показана не значит она привлекает внимание такая тоже прикольно 31 рубль стоит такая уютненькая какая-то так зашли мы в отдел тебя есть просто нам надо поменьше этим купить просто не 1 2 честно да главное выбрать нужный размер у нас какой-то получается просто не такие дешевые потому что они вот получается что надо самим обрабатывать обы что какой-то конечно да вот эти которые обработаны зачем и они как-то без пакетов тоже странно вот такая вот детская просто и чтобы были края обработаны стоит она 23 рубля это нормально это у тебя светленькая детская разноцветная так кроме игрушек простыней носков мы купили еще продукты к зашли магазин купили вот абрикосики вроде бы они нормальные там по 7 чем-то рублей такие вот попробуем общем лук тоже всегда должен быть дома батон купили купили в такое сердце и печень печенку куриную грубо говоря брокколи замороженная саша делаю там варю когда-нибудь кабачки оладьи можно будет сделать кабачковым там салфетки там важный гречка и творог вот за все за это заплатили 35 рублей спустя несколько часов мы снова пошли магазин потому что у нас закончилась в детское молоко оно всегда надо ну на самом деле очень удобно там кашу саша заправляет дом никите тоже в общем но дома должно быть всегда забыли купить пришлось идти значит купили детское молоко пять штук 56 копеек суть от не помню сколько за все отдала но вот и короче сыра купили буду называть так по ценам сыр стоит 329 вафельку такой купили но это для саша по моему она стоит меньше рубля грибы грибы по семь с половиной рублей килограмм известные такие сардельки ну тоже чтобы на перекус всегда были я такое не ем мама не ест но дети едят такое кости когда съезд значит колобки такие ничего но не все дешевые получаются вот по 569 за килограмм вот это 324 обошлось купили персики на это все в магазине как мы такое на базаре покупаем но на базар может завтра сходим не знаю попробуем что за персики честно говоря первый раз покупали не помню сколько стоит вот такое мороженое никита свое уже утащил а я люблю вот такое вот мороженое стаканчиках не люблю люблю на палочки детские консервы тоже всегда надо когда у тебя обеда нет сашин сваргане там с картошкой с брокколи нормально тоже меда купили мед 289 знаю с творогом есть туалетная бумага в общем еще зашли в бэкхаус в кафе купили вот такие вот пирожные пирожные называется королевская там с орехами но я думаю что она будет вкусно вот за три штуки мы отдали 10 рублей что вы думаете я конечно же не удержалась от того чтобы не попробовать это самое пирожное то есть понятно что такое пирожное лучше есть утром там с чаем на завтрак я так для себя решила что я не буду его есть потому что уже вечера как бы ну достаточно уже поздний вечер сколько там было часов 9 когда я стала пить чай думаю нет я все-таки попробую я хочу попробовать и я съела чуть меньше половины меня кость остановил говорит остановись потом же будешь жалеть об этом но это правильно оно такое вкусно вот это название королевское пирожное но не даром такое название действительно пирожное очень вкусно то есть я люблю на основе сгущенки там такое песочное тесто сгущенка орешки грецкие но вообще просто песня реально очень вкусное пирожное вот в этом вот кафе нашим местом у них там собственное производство они там пекут все подряд пекут и пироги и тортики разные пирожные ну в общем действительно очень вкусно погода у нас испортилась у нас была была жара долго нудно я честно говоря от нее подустала а сейчас у нас 15 градусов и целый день практически идет дождь то перестанет то опять то сильнее то меньше и небо такое затянутое затянутое как очень непросто и вот и такая погода будет целых четыре дня на практически середина лета вот июль месяц и такая вот погода что 15 градусов и действительно уже холодно ну как есть там штат жары конечно тоже устаешь хочется чтобы была такая погода знаете ли ровная там было будут градусов 25 23 25 чтобы можно было ходить платьицах мальчиков шортиках а не в кофтах в куртках и чтобы не было от этой изнуряющей жары но нет у нас такой климат что вот резкий припад эту жарко жарко то вообще получается холодно поэтому он такой коротенький сегодня вложек вот получился вот надо что-нибудь придумать и еще куда-нибудь сходить что-нибудь поснимать что-нибудь вкусненькое приготовить обязательно все это будем делать но на сегодняшний момент я с вами прощаюсь желаю вам всего самого наилучшего удачи во всем не забывайте подписываться на канал писать ваши хорошие добрые комментарии будем общаться всем до новых встреч пока